Незамедлительно помочь и броситься тушить пожар. Именно так поступил Росгвардеец. Не задумываясь ни секунды, он отправился на борьбу с огнём только подручными средствами. И благодарность нашла своего героя. Подробности в нашем следующем сюжете. Пожар произошёл 28 апреля, в день Пасхи. Антон Ижмяков с семьёй собирался в гости к родителям. Жена заметила дым в доме напротив. В этом районе расположен частный сектор. Росгвардеец медлить не стал и быстро сориентировался в нестандартной ситуации. Ну я, естественно, незамедлительно оделся. Пришёл, здесь стояли люди. Я спросил, ну я здесь уже увидел, что дом-то горит. Не просто дым, с окна не было видно. Я спросил, есть ли кто-нибудь в доме, на что мне сказали, что не знают, но крики слышны. Антон перелез через забор, чтобы сократить путь к горящему дому. Огонь быстро начал переходить на территорию соседних участков. Так как большинство строений здесь деревянные. Соседи пытались своими силами тушить возгорание. Ну здесь, я так понял, колодец. Мы попытались выстроить цепь, чтобы наиболее оперативно пытаться всё это потушить. Хотя пожарные были уже в пути, никто стоять и ждать не стал. Общими усилиями жители пытались бороться со стихией. Однако спасти дом не удалось. Но главное, все остались живы. Приходят на помощь не по зову приказа, а просто так, в выходной день. Сам увидел, сам пришёл. Конечно, спасибо большое родителям, которые воспитали такого сына. Это дорогого стоит, понимаете. И уважение достойно и жена, и вся семья. Большое им спасибо за это. Но лично слова благодарности Погорельцы и их соседи сказать не успели. Пришлось героя искать через Росгвардию. В ведомстве подтвердили, что у них служит такой сотрудник. И теперь Антон Ижмяков имеет личную благодарность от руководства. В данном случае, конечно, это приятно. И вдвойне приятно, если поступок нашего сотрудника имел отражение в положительных отзывах граждан нашего населения, жителей нашего города. Конечно, это, ещё раз повторюсь, вдвойне приятно. И показательно для других сотрудников. Впрочем, сам Антон считает, что так поступил бы любой гражданин на его месте. И героем себя он не считает. Помогать людям, а тем более в таких экстренных ситуациях, одна из главных его служебных обязанностей.